ну что же здравствуйте всем мое имя виктор это мастерская скала и решил такой вот для вас ролик небольшой снять как раз таки о новой коллекции украшений которая еще не была опубликована она даже не была сфотографирована потому что делалось индивидуально для наших принципе индийских партнеров но индивидуально как то есть они доверяют мне полностью изготавливать какие-то новые идеи выдумывать и так далее так далее так далее соответственно вот исходя из этого создавая новые украшения я показываю им они одобряют или не одобряют то есть скажем так вот грубо говоря но тут фотографировать хотел вообще изначально для вас все сфотографировать но потом подумал что ого-го сколько уйдет времени на фотографию на обработку эти украшения уже давно уедут пока это месяц-два пройдет в общем нереально одними руками все это делать соответственно решил просто снять небольшой ролик и показать что и как есть тут имеются идеи не типичные разумеется нигде ни у кого такого я еще не видел вот не возможно для повтора скажем так есть идеи которые возможно для повтора для индивидуального заказа поэтому начну просто самого простого то есть ну как простого то есть например вот на базе кленовых носиков так называемых вот получается вот такие вот интересные легкие самое главное серьги это можно повторить в любом дизайне данном случае я использую никель трех сортов назовем его так матовый никель блестящий никель черный никель и декорирование вот бронзой получается вот такой неповторимый цвет на солнце смотрится обалденно да и вообще смотрится обалденно сочетание серебра и золота назовем это так простым языком вот значится вот такие вот серьги этого тоже авторская работа серьги на базе полуколец с бусинами натурального лабрадорита сушеные морские звездочки натуральные и вот такая вот декорация виде капельки все-таки морская тематика расцветка такая же аналогичная золото серебром будем говорить так небольшая чем проглядывается они очень легкие и очень подвижные здесь то есть на цепочках идея в том чтобы они постоянно двигались скажем так вот вот такую работу тоже можно сделать по вашему индивидуальному заказу какие-то декоративные элементы быть может листики быть может еще что-то захочется поэтому для этих цели мы всегда открыты вот вариант здесь уже на базе целый колец получается вот такие вот серички интересные то есть натуральный жемчуг натуральный сушеные морские звезды натуральные ракушки все это покрыто гальванической меди и декорировано под состаренное серебро золотом скажем тоже так вот чтобы просто это всем понятно доступно было также вот капелька что здесь что там морская тематика но эту фишку я давно еще придумал кто помнит на предыдущих работах это и 1 а утренняя может быть это может быть и просто-напросто мед стекающий но в данном случае это имитирует морскую воду вот такие вот серьги на этой базе тоже можно в принципе сделать по индивидуальному заказу то есть именно как вам захочется с какими элементами вот такой вот вариант тоже очень воздушные серьги подвижные они принципе все не тяжелые опять же вот здесь уже на базе квадрата идет но 9 цвет видно точно такой же расцветки то здесь натуральные соцветия жемчуг они в принципе асимметричные числится скажем так такую красоту тоже можно повторить то есть говоря о повторе я имею ввиду что сделать ну скажем так что-то похожее естественно здесь не будет никакой копии это невозможно физически неприродно скажем так но тем не менее вот имейте ввиду что такая красота вот возможно возможно окажется вашей вот такая вот красота простенькой со вкусом ромашка из нашего сада также на базе кольца и подвижные на швензах очень легкие такие звенящие в общем интересно смотрится вот опять же никандра перуанская с черным жемчугом на базе этих же колец та же самая расцветка тут уже цепочки со швензой очень подвижные легенькие в общем отлично смотрятся серьги такие тоже можно в принципе сделать аналогичные похожие на заказ ну вот если перейти немножко к асимметрии то получается вот такая вот красота это тоже никандра перуанская черный жемчуг натуральный то есть это вот цельная веточка идет с плодами скажем так а здесь вот отдельный лист который находился как раз вот на соцветии но он просто был отпущен в отдельную серьгу получилось как по мне очень даже интересно тем более в случае чего вот эта серьга может быть двухсторонней ну равно как это собственно говоря обе стороны интересны по-своему здесь фактура а здесь уже виднеется жемчуг и текстура то есть вот такие вот варианты тоже в принципе можно сделать аналогичный также плавно переходим брошкам тоже на базе вот квадрата брошка прошу обратить внимание то есть я не в оскорблении сказано вижу что многие мастера вот используют готовую базу для брошей что там паяют ее какой-то проволочкой приматывают и так далее я этого никогда не делаю потому что это ну во первых не эстетично во вторых ненадежно поэтому основа для броши всегда представляет цельный элемент самой базы самой композиции они должны быть они обязаны быть одним целом уже не первый год я начал прошу прощения за грязную руку очередной раз использовать вот такого формата броши то есть она вот здесь вот на застежке хоп то есть вот такого вот вида то есть вот за зафиксировали иглу и затянули замок все эта брошка из цельной веточки натурального барбариса тоже из своего сада вот такая вот красота там жемчужина спряталась среди барбарисок среди его цветов ну не тяжелая смотрится обалденно конечно вот в этой вот расцветки ну например подвеска дуб монгольский тоже интересная раскраска белое серебро скажем так золотом обратная сторона это по сути лицевой числится вот такая подвеска в индонезию поедут монгольский вот такая вот интересная брошка здесь идет цельная веточка какое-то полевое растение фиолетовым цветочками цветет у него там очень сложно название его не выговоришь жемчужина на базе квадрата точно также вот основа для броши сделано здесь уже долго я думал как сделать так чтобы вот элемент самой базы броши не попадал туда в композицию учитывая что она такая вот ну скажем воздушная и то есть было принято решение просто убрать эту базу и сделать единым целым вот как раз вот здесь вот важный момент делать единым целый с квадратом базу квадрата с базой вот броши то есть с ее оконечными частями сама основа была вырезана соответственно вот так гораздо эстетичный не будет видно ни иглы ничего когда вы оденете это на одежду той же вот такого формата броши ну можно сделать похожую на любой повод по любому случаю с любой бусиной с любой композицией хотите еще проще можно сделать банально один листик просто-напросто из каких-то дополнительных элементов но здесь получилось вот так вот вот это вот как бы странно не звучало это и моя гордость это и мое как говорится озлобленность потому что во первых это все часть одного квадрата сама база он был разрезан и были вот плетены такие вот элементы заборчик такой виде натуральных веточек покрытых естественно гальваническим металлом нам учился скажу честно нам учился потому что все это собирать вместе это еще то приключение ну да ладно но того стоило на конце вот такие бусинки ну то есть вот наш индийский партнер они у меня буквально с руками вырвали все ложи 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 это точно классно это точно нужно будет повторять ягу не знаю решусь ли но тем не менее вот такая вот красота они асимметричные и очень необычные ну как говорится достойному человеку готов помучиться на заказ делать подобное что точно также серьги вот на базе квадрата с цветами гортензии простенько и со вкусом они очень легкие очень воздушные и так называемый корейский стиль ныне вот поэтому в те годы я уже над этим отправлял нечто похожее решил продолжить эту серию кому интересно пожалуйста обращайтесь тоже можно сделать разном формате на кольце на пирамидке на квадрате как угодно и очень сложная работа оказалась это не кандра перуанская но особенность и сложность в принципе в том что здесь вот цветки бутоны сами которые семенной коробочки вот они вылазят это вот поутру можно момент поймать но очень сложно его зафиксировать то есть под тяжестью любого только проводящего состава они так или иначе конечно же меняют свою форму но максимально что-то даже удалось даже не пришлось как-то там заклеивать заливать чем-то сделал на базе вот таких колец швенц тоже индийцам очень понравилось поэтому такое в принципе можно сделать но очень ограничено количество цветов вот этих вот очень ограничено я ею доволен тут никаких нету камней на воротах тут просто вот такой вот букетик на базе кольца наша авторская техника хейнбарк ручная кора ну кто следит за новостями тут помнит сколько лет назад она была выдумана но ее фактура была подчеркнута как раз вот белый матовый никель с вот этой вот бронзовый позолотый назовем так смотрится обалденно тут букетик получается о господи гортензии бутоны каких-то еще цветочков по-моему там даже где-то до прячется жемчужина где-то где-то в букете а может быть и лабрадорит бог его знает но тем не менее вот такая вот композиция веточки натуральный в том числе в общем нашим друзьям понравилось вот такая вот необычная брошка из клюновых носиков с натуральной бусиной причем вот на тоже на базе кольца да опять же на веточки сделано именно с нас настоящий ну то есть вот прямо с веточкой был сорван кленовый носик чем внимание привлек он получился какой-то недоразвитый то есть вот эта семечка развилась а вот та вот как-то не захотела и как я вот ее увидел сразу понял что это будет интересная необычная брошка также вот основная часть основные элементы от базы броши чтобы она не мешалась вида не портила вот такого формата было придумано ее сообразить ну здесь так сложная сложная работа это цветы ежевики намучился с ними конечно даже не хочу сейчас показывать рассказывать потому что буду долго недовольство выражать но тем не менее индонезийцам 5g на понравилось повторять вряд ли буду потому что это очень муторный цвет такая вот и красивая брошка на базе квадрата авторская техника хайнбарк от скалы целая веточка децентры которую севкатеринбурга мне моя сестра подарила целым кустиком скажем так он отлично прижился с легкой руки и соответственно получилась вот такая вот интересная брошь так вот это все смотрится еще одна брошка на базе квадрата но с вырезанной частью на конце которой установлена нас назову так уже до установлена не скажу что выросло то есть цветок гортензии гортензии здесь жемчужина тут тоже соцветия легенькая простенькая необычная будет внимание однозначно привлекать допустим на каком-то вечернем платье почему нет как по мне так очень интересно медленно но верно переходим к подвескам опять же цельная веточка о господи опять забываю это слово ее название неокандра перуанская вот обратная сторона тоже очень фактурно ну вам уже на выбор какая больше понравится здесь фактура листьев акцент жемчужина черный жемчуг а здесь фактура семечек скажем так и тоже жемчужины это два в одном есть акцент больше дан на золоте все-таки оно должно выделяться черный жемчуг очень сияет мы прям на такая вот красота тоже не кандра перуанская на базе кольца с белым жемчугом подвеска легенькая простенькая можно переоформить она будет под горло носиться то есть очень будет классно смотреться интересная работа получилась тоже можно сделать знаю что среди наших заказчиков есть люди которые не любят геометрические формы круги квадраты для таких вот людей пожалуйста точно также не кандра перуанская черный жемчуг одна сторона другая сторона тут фактура здесь акцент идет на семенных коробочках очень смотрится неповторимо но можно сделать похоже многие осуждали что мало работаю с камнями поверьте камнями работаются все так же много вот такого формата брошь здесь цельные веточки сплетенные со цветами вот черный рауктопаз розовый авантюрин с блестками очень необычная брошь ну принципе на это почти что совместно с индонезийцами сделано по той простой причине что на тот момент когда я работал вот с композицией они как раз мне звонили спрашивали как что я им показала чем работаю носик вот этот был гораздо длиннее они говорят у карати будет интересней цель была такая что есть женщины которые скажем так в теле более упитанные скажем так более объемные это сделано как раз таки вот ну на грудь чтобы вот по моим расчетам она будет ложиться либо под горло под большую грудь либо как раз между грудью то есть и вот этот вот носик он будет как бы их разделять надеюсь дамы правильно поймут что я имею ввиду вот именно вот на это делался акцент такого формата еще потом в серебре будет кулончик но там проще без камней без всего покажу в процессе вот то есть такой вот вариант тоже опять же они индонезициям понравилась эта идея потому что у них все девушки упитанные и это должно смотреться очень классно как на том же хиджабе на платье допустим так и в принципе на теле кто не использует хиджаб допустим так вот но это тоже не буду сильно акцент делать вот такие вот серьги из закрытых семянных коробочек никандры перуанской на длинных цепочках швензы гвоздики тоже смотрится неплохо это можно повторять как вам угодно какого угодно размера открытые закрытые с бусинами без обращайтесь никандры я запас достаточно такие нетипичные для нас серьги были выдуманы мной еще по весне когда сирень свела букетики сирени то есть база треугольника одна часть треугольника вырезана туда установлена бусина оникса такой вот формы необычной а на другом конце на другой стороне на другой грани как раз установлена по букетику сирени получать такие подвижные воздушные серьги швенза никуда не денется потому что одной стороны букет ее подпирает с другой кабошончик бусинка вот брошка возвращаясь барбариски вот такая вот цельная веточка барбариса с листьями с цветочками как раз вот когда они по весне восходили назовем так я успел тот момент зафиксировать запечатлеть вот такая вот брошка тоже здесь база убрана она даже уменьшена скажем так мне не лень просто-напросто вот если база уменьшается по длине и глата получается останется прежней длинный я ее просто отрезаю заостряю подпиливаю то есть это больше заморочек но по крайней мере будет сделано все красиво правильно как положено вот такая вот брошка получилась никандра перуанская белый жемчуг бусина вот здесь вот брошь на базе кольца здесь прямо целом букетиком как с ветки был сорван также база брошь удалена здесь вот носик подогнут у самой иглы чтобы она ну как говорится раскрывалась и упиралась правильно вот чтоб пружинила вот такая красота легенькая воздушная и неповторимая можно сделать похожую здесь листья осины это я тоже сделал пробно наверное в этом году придется немножко возвратиться старая так сказать к старым добрым листьям ну по той простой причине что уж простите дорогие дамы обращаюсь к вам прежде всего у нас думаю мы ну одна из немногих мастерских которая вот настолько отдает предпочтение композициям и я могу с уверенностью сказать что таких композиции более вы не найдете ни у кого и нигде то есть заморачиваясь композициями только вот я вот такого формата вот делаю украшения то есть это факт известный многим поэтому вот в этом году если буду с чем-то работать то наверное просто с листьями быть может это вам тоже станет интересно как говорится вернуться к истокам своя это листья осины индонезийцем они приглянулись поэтому сделал несколько штук акцентировать и вот впервые в таком формате тоже пробно черный жемчуг никандра перуанская и это как ни странно заколка то есть вот она я ну тут заколочка то есть небольшая компактная нот и гидится опять же понравилось отправляю туда если кому-то захочется у меня еще такие базы заколки есть я так долго столько лет не решался с этим заморачиваться но заморотился получилось слава богу поэтому вот вот такая еще и заколочка теперь вот мы здесь перейдем к интереснейшей коллекции которые я готовился очень много лет вдохновлялся придумывал выдумывал вот скажу сразу то есть вдохновила меня мастер ее имя сейчас даже подгляну чтобы не ошибиться анна варендорф анна варендорф кому интересно можете в поиске посмотреть она занимается вазочками вазы для цветов просто необычные вазы в виде полудуги если смотреть вот на этот кулон представим что вот это вот дуга это ваза а букет это цветы которые вот находятся в ней она должна вот стоять вот такого так вот вертикально то есть когда я видел вазы этого мастера анна варендорф я сразу что сделал перевернул эту фотографию с ее вазой и увидел вот такие вот необычные подвески самыми разными букетами здесь вот данном случае целый букет ну как целый букетик то есть с одного цветка сорвана ромашка даже вру это по моему хризантема если не память не изменяет да это хризантема извиняюсь это хризантема который я еще сорвал прошлый год если не позаду в двадцатом наверное это году даже была память уже подводит вот именно тогда я ее увековечил зафиксировал результат скажем так вот и отложил когда вот придумал вот это вот вазочки от этой вот мастера анны соответственно эти все цветки пригодились и получилось что я понял что проволокой вот изгибая в дугу проволокой не ограничишься мне пришлось искать и приобретать именно трубочку то есть эта трубочка чтобы это было действительно как будто бы ваза как у мастера этой анны но соответственно букетик туда вставлялся с другой стороны приходится закреплять и получается такая красота здесь в данном случае каланхой тоже свой домашний кто помнит те года был у меня такой цветок он до сих пор растет но он больше не цветет с тех разов обиделся видимо вот такой вариант у этой мастера анны так много разных форм этих вазочек из простой трубочки по сути что у ней была вот такая вот ваза такого формата там еще снизу не основа база чтобы ваза это не падала ну а вот у меня получился такая удружка такая красота и даже вот осмелился взять сделать видео такой вот полу дуги полутрубочки вот такой полевой букетик вот такая красота очень интересно знаю может потеряться но если шнурок подтягивать не забывать на крайний случай можно просто зафиксировать то никуда она не денется и получается вот интересно такая подвеска вот незавершенная вот такая вазочка здесь уже увеличивая токи в электролите можно получить вот такую вот фактуру на вазочке назовем и так здесь вот целый букетик гортензия у нас такая вот красота вот ну и бонусом бонусом сейчас это уберем момент бонусом специально для наших пользователей покажу ту часть коллекции которая у нас остается и которую вы можете прямо сейчас приобрести просьба просто пишите в сообщение группы потому что группа у нас немножко пропадает отчасти моя вина то что не слежу за постами потому что много работы отчасти ваша вина потому что ну не знаю при 300 просмотров жалко лайка это очень странно кто же тогда смотрит все ненавистники вот чем вопрос и опять же если не лайк да хотя бы комментарий какой-то плохой почему не лайкать или что не нравится чтобы я мог знать над чем работать скажем так потому что это лето я работал пахал и вот чем занимал собственно говоря вот такой вот формат никандр перуанской с черной жемчужиной асимметричные серьги на базе квадратов они вот остаются у нас это вы можете приобрести прямо сейчас так сказать посмотреть примерится нравится не нравится и так далее вот такой формате к такой варианте также кто помнит екатеринбурга я привозил каллы натуральные вот она все-таки это моно серьга была сделана как долго я ее мечтал создать легенькая простенькая ну как в меру до 10 грамм естественно весит может даже и до 7 она длинная на простой швензи крючке то есть вот моно серьга повторяюсь можно конечно по желанию дополнить допустим с одной стороны будет эта серьга с другой стороны какой-то листик или жемчужина или еще что-то похоже но вот что имеем то имеем вот такая красота из целого листика каллы листика господи цветка который так похож на свернутый листик опять же переходим в той самой коллекции целая роза была посажена вот в эту вазочку и получился вот такой вот необычный кулон подвеска то есть если о найдете она в аренду в интернете у нее как раз такого формата вазочка была и там с одной стороны стоял цветок вот я эти вазочки переворачиваю и получается украшение у нас имейте ввиду то что я показал до вот эти вазочки это уезжает все в индонезию а это вот осталось у нас то есть кому интересно можете попробовать сразу покажу что там она конечно ну в разумных пределах в принципе то ничего не ломается если не ломать проверка вот пожалуйста проверил то есть если спокойно носить относиться к украшениям как говорится по совести понимать что у вас в руках что на вашем теле это то же самое что я не знаю картина джаконды как ее оберегают не поднимая себя настолько высоко но тем не менее хочу просто в примере подачу так же как произведение искусства картины мы бережем мы аккуратно стираем с них пыль мы не берем какую-то химию там тряпку и начинаем ее драйвить нет конечно же то же самое с такими украшениями относиться бережно я не буду долго служить давно забытого старого физалис причем у него тоже интересная история он как-то я не знаю с двадцатого года умудрился затеряться саду я учиться случайно нашел в жимолости как он туда залетел не знаю но вот он такой вот уже был скрюченный сморщенный not увековечил то есть причем можно носить вот одной стороной то есть как будто вы целый закрытых залить а можно другой как будто бы открытый ну бусину туда не стал впихивать это уже по моему тема изъеденная ну кому интересно могу поместить прицепить пожалуйста вот такой вариант тоже тоже в наличии вот немножко по фантазиям опять же целый букетик цветов калина насколько я помню вот золотой оникс но сейчас он свою красоту конечно же не покажет он любит солнце яркая тут же жемчужина это все на базе memory проволоки и поэтому была придумана такая фишка это еще тестово то есть вот это memory проволоку здесь такой маленький крючочек на конце вусины был сделан вот и она так раз и отцепляется можно придать форму проволоки можно ее вообще вот как-то я не знаю там вот в букву в букет поймем поместить вот такого формата сделать можно ее попробовать даже ему в серьгу можно просто обратно вернуть форму привязать спидзай крючок и носить как подвеску пожалуйста вот такой вот вариант уже имеется на сегодня это все в наличии это все для наших и говорится дам вот то помнит эти самые орешки дорогущие вот такая вот подвеска здесь я додумался срастить каштан с этим вот орехом внутри конечно же какой-то кристалл не скажу даже какой это сюрприз кому как повезет то как прочувствует если также декорация как будто капелька как будто сок капает вот такая подвеска одна из красивейших подвесок специально ее приберег сделал кабошон лабрадора черного причем черного синего как ночное небо вот такая вот подвеска то есть тут веточка барбариса но срочная с букетом сирене и получается вот такая вот интересная подвеска но это просто такая божественная что называется действительно вот тонкая работа очень тонкая вот на цепи можно поменять на шнурок в принципе без проблем под любой размер вот видно как камень сияет на общая красота конечно лабрадор и вот заключительная часть та самая красавица марьям кто помнит эту подвеску ставьте лайк и конечно же не жадничать пожалуйста пишите комментарии как вам что вам понравилось что приглянулась вот такая красота это вот кельхерия кто помнит основа сделано восковое личико цветы сирени декорация лабрадор опять же натуральный сейчас он наверное себя не покажет он очень солнце любит вот но там отливает с одной грани серебром с другой грани вот ночной синевой назову и так разница в том что что изменилось кто помнит последний ролик вот где она еще была медненна это марьям добавил капельку ей вот с глаза вот здесь вот и капельки по веточкам стекают ну по мне получилось очень трогательно довольно таки вот такая красота покрытие черный никель декорирование бронзой лакировка полное лакирование ну даже вот по пальцу чувствует что очень хорошо лег лак не думаю что какая-то там у кого-то проблемы возникнут поэтому вот так в общем то в общем то и все получается что хотелось вам рассказать поэтому вот это все красота в наличии обращайтесь пишите звоните задавайте вопросы пишите комментарии ставьте лайки всем буду рад это была бонусная часть специально для наших подписчиков специально для наших клиентов пока пока всем добра удачи